Егор, ты чем сейчас занимаешься? Прохожу поломзмейку. Вот. А потом сюда и ворота. Еще месяц и Егор не сможет заниматься хоккеем. Лед растает и сезон для местной любительской команды закроется. При том, что в Налобихе есть искусственный лед в спортзале. Но уже полгода хоккеистам туда дорога закрыта. У нас метель, у нас открытого льда, в лучшем случае, три месяца. Что за три месяца можно детям дать? У нас куплены два льда искусственных, больших. На большой лед ставится панель скольжения боссу. То есть дети до 13 лет должны, хоккей, кто понимает, должны укреплять связки свои. Не пойдет ребенок в катании, если у него слабые ноги. Сергей тренирует детей 5 лет. Под его руководством малыши встают на коньки, старшие оттачивают навыки. Личное достижение взрастил 8 хоккеистов. Мечтаешь ли ты стать великим хоккеистом? Да. Что ты умеешь уже делать в хоккее? Косичку, задом кататься, и фонарик, и самокат. Расскажи немножко свои впечатления о тренере. Какой он? Ну, хороший. Всегда нам все объясняют хорошо. Самый лучший тренер. Однако лучшим его считают не все. Сейчас Сергей тренирует детей как волонтер. А прежде он работал в спортзале методистом по спорту, но вынужден был уволиться с приходом нового главы сельсовета Виктора Гасникова. По словам местных жителей, причина тому – личная неприязнь чиновника к тренеру. Кто тренер? Тренер я, Виктор Николаевич. У вас следы искусственные есть для детей. У вас еще документы есть тренера? У меня есть. Я занимаюсь с детьми 5 лет уже. Ну, так можно хоть 10 заниматься. А кто вам сказал, что вы тренер-то? У меня есть сертификат специальности тренера. Сертификат – это диплома нет. Надо, чтобы диплом был, потом сертификат. Это ваша отговорка. Но жители на Лобихе объясняют, что у других тренеров тоже нет дипломов об образовании. А место методиста заняла родная сестра Виктора Николаевича. Я вас спросил, он добровольный на основе. Вот оно заявление у меня есть. Я вам на добровольный. Мне не нужны деньги. Я хочу, чтобы дети, которые со мной занимались, один день среда, вечер, один. Суббота пуста, я до 4 часов уложусь. Ну, вы понимаете, с детьми заниматься – это ответственность. Давайте вместе все поднимать силу, делать лучше жизнь. Зачем усложнять? Ну, есть время. Ну, дай ты время людям развиваться, спортом, хокеем, футболом или чем-то еще. К вопросу доступа к искусственному, считай, круглогодичному льду люди подключили депутатов. На их запрос о предоставлении времени для занятий ответа не последовало. Добавим, что в налобихе регулярно проходят соревнования и товарищеские матчи между селами. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.